Увеличить свои вложения в 7 раз всего за одну неделю? Это реально! С помощью новой услуги сайта спортивных прогнозов goldprognos.ru Большая семерка! Переходите на сайт, смотрите описание в соответствующем разделе и выигрывайте вместе с нами! Алисио Черчилль, 70-й Карлос Бакка и 78-й. Байин Ян это нападающий. Тренер-мирал Милана Тениши Михайлович. Через него это первый большой матч между Ювентусом и Миланом. О нем говорят как о батакующем полузащитнике. А сегодня он в триок тех, кто в глубине. Подача Ньянга. Удар Кутский. Довольно опасно, довольно опасно. По Банаментуре, конечно же, главный фактор. Он лучший распасовщик у итальянцев в серии А в этом сезоне. Ну и, конечно, очень хороший удар, что был у Кутска. Он, в принципе, футболист, который больше бьется на поле. Но, тем не менее, он может в решающий момент сыграть довольно полезно у чужих ворот. Тоже две линии выстроили. Четыре защитника и три ховбека. Монталиева. Кстати, у него хороший пас. Издали удар. Это Ньянг. Пробил после скидки Карлоса. Скидки Баки. И мимо Буфона и мимо ворот мяч пролетит. Да, неплохой удар Ньянга. Я говорил об Алотеле. Дело в том, что именно Ньянг заменяет свой разбег. Очередной. Вот интересно, что Юви делает в таких ситуациях. Раньше было понятно совершенно. Три-четыре отточенных варианта. Будет удар Маркизио. Гонорума. Сейчас все по наитию. Раньше мы понимали, как ворвется Видаль в зону правого инсайда. Да, что сделает чуть левее Багба. Какие передачи пойдут от Пирла, кто ему мяч доставит. Да, как Тевис спиной к воротам принимает на полукруге и скидывает на ход. Штрафной это значит, что один из вариантов набросить мяч туда и после скидки кому-то бить по воротам. Нет, Эрнана сбьет. Рикошет Донорума. Вот это да. Просто Донорума. Без возраста. Узловой удар в пользу Ювентуса Павла Дебала. Будет подавать. Да, это не Донорума. Остановил, остановил. В таком случае быстрое продвижение этой атаки. Манджукич по-прежнему один. Вот только сейчас из глубины присоединился Дебала. Удар Багба. И какой удар. 40 метров до ворот Донорума. Конечно, реагирует, но чуть-чуть позже, чем хотелось бы для спокойствия болельщикам Милана. Действительно, вот так можно было сейчас Доноруме стать антигероем. Если бы он удар. Барцали снова на левый фланг. Багба. Прекрасно играет Багба. Очень технично и точно самый главный. Дебала. Удар. Гоу. Ну что, Багба. Браво, Багба. Багба. Ну и, конечно, Гранда Пауна Дебала. Вот ты понимаешь, что нужно Ювентусу. Один человек должен сделать что-то гениальное. Они пока не та команда, у которой такие комбинации будут отскакивать. Да? Совершенно уже нечего терять. В этом матче с тремя нападающими стыдно доигрывать такую игру. Надо попытаться сравнять счеты. Просто показать себя в атаке. Черчи, Бакка, Янг, Банавентура. Гол действительно роскошный. И Александра сыграл фантастически, продолжив. Словно он стал естественным продолжением его пас. Вот того великолепного трюка, который устроил Поль Багба. Ну и Дебала ничего не испортил. Принял мяч. Если посмотреть, не продумав, да, можно представить, что Ювентус более оборонительную схему выбрал. Но это совсем не так. Конечно, передача. Стравой удар. Выше ворот. Вот Милан создает на ровном месте. Но именно этим концовкой может отличаться, что Милан пойдет, будет забрасывать мячи без какой-то определенной цели. Но бросит туда 5-6 человек, как сейчас Юрой Куцкий. Это пятый игрок в атаке. Есть Янг, Бакка, Черчи, Банавентура.